Вы знаете, что День Пограничника — это по-прежнему единый праздник для Белоруссии, России, Украины, Киргизии и Таджикистана. Разумеется, с советских времен изменилось очень многое, поэтому мой коллега Алексей Кряквин расскажет о модернизации и инновациях в белорусской пограничной службе. Новейшая интегрированная система зафиксировала нарушители на участке белорусско-литовской границы. Дежурная группа будет на месте менее чем через 10 минут. Этого достаточно, чтобы задержать непрошенных для Евросоюза гостей. Через разрыв ограждения, он специально сделан для поездов, следующих в направлении Вильнюса, в Литву пытаются проникнуть нелегалы. Сегодня тревога учебная, но и боевые на этом участке случаются едва ли не каждую неделю. Впрочем, вместо усиленных нарядов здесь современные датчики. После срабатывания инфракрасного или теплового сенсора нарушитель автоматически попадает в объектив видеокамеры. Камеры позволяют видеть не только в дневное время суток, но и ночью. Просто незамеченным здесь не пройдешь. В любом случае, камера сработает. Камера, когда любое движение, когда нарушитель, либо любой объект подходит к сигнационному комплексу, приближает его, идет звуковой сигнал, и видно это все на мониторе. С использованием данного сигнационного комплекса в прошлом году на участке данной пограничной ставки было сдержано более 20 нарушителей государственной границы. Именно на этом месте. Сигаретные контрабандисты зарабатывают на разнице цен – около доллара на пачке. Их изобретательность порой удивляет. Табачные изделия переправляют на плотах, прячут в лесных схронах, автомобилях и поездах. Самые отчаянные пытаются перенести на себе. Этих четверых задержали прямо у контрольно-следовой полосы. В рюкзаках 10 тысяч пачек. Одеты нарушители в защитные костюмы, напоминающие форму пограничников. Задержанные были уверены, видеокамеры примут их за своих. Современные сигнализационные комплексы устанавливают по всей протяженности государственной границы. Оборудование в основном белорусское. Датчики, интегрированные системы, другую интеллектуальную технику выпускают в основном отечественные производители. Некоторые из них поставляют свою продукцию пограничным ведомствам десятков стран. Белорусские системы уже зарекомендовали себе в Пинском погранотряде. По сути, наша граница стала цифровой. Новые информационные технологии позволяют, например, оперативно-дежурной службе в Минской штаб-квартире Госпогранкомитета в режиме реального времени отслеживать все, что видят непосредственно на заставе. Со стационарной видеокамеры или даже беспилотника. А также контролировать, какой гражданин и на каком пункте пропуска проходит пограничный контроль в данный момент. Застава Свары на белорусско-украинской границе самая современная в стране. Приближение потенциальных нарушителей к датчикам способны заранее фиксировать беспилотные самолеты и квадрокоптеры. При необходимости в воздух поднимается так называемый автожир – высокомобильный и компактный летательный аппарат, позволяющий просматривать территорию как с высоты птичьего полета, так и практически зависать над следом. В течение полутора лет вот это все было сделано. И 25 метров шириной лес был убран, сделаны контрольно-следовые полосы, поставлены сигнализационные комплексы. Кроме застав работает пограничная разведка, работает оперативно-розыскная деятельность, так называемая. Пока они еще собрались сюда идти, мы понимаем, что надо их где-то тут встречать. За год белорусские пограничники задерживают до тысячи человек. Противоправная деятельность на указанном направлении, она носит активный характер. Более 200 человек было задержано, незаконных мигрантов, в первую очередь числа граждан Вьетнама и граждан Грузии. И также возбужден целый ряд уголовных дел в отношении организаторов. Сейчас погранвойска пришло молодое пополнение, у которого есть примерно полгода, чтобы заступить на первое боевое дежурство. На охрану границы Павел Козляк выходит с бельгийской овчаркой Эрна. Собака, по экспертным оценкам, лучший представитель породы в стране. Нарушители государственной границы, по запаховому следу. И при этом, когда нашли нарушителя, я собаку применяю для задержания. Собака с легкостью догонит контрабандиста, нагруженного сигаретами или нелегала налегке. В тренировках участвует специальный человек, так называемый фигурант. Защищающая его куртка весит около 10 килограммов. Если шансы у нелегала, сейчас проверим. Стой, покрычься ряд, стой, пускай собаку. Фас. Хорошо, хорошо. Дай, дай. Еще одна специализация – поиск наркотиков и психотропов. Синтетические наркотики пытаются ввести с запада, растительные с востока. И все транзитом через Беларусь. Вопреки заблуждению, служебных собак не делают наркоманами. Даже если в этом случае собака будет активнее искать наркотики, проживет она не больше полугода. Другое дело, когда поиск тайника обставлен словно игра. После обучения служебная собака лучше любой современной техники может найти наркотики. Будь то в салоне поезда, самолета или автомобиля. Сейчас мы посмотрим, как служебная собака Кэнди найдет вот эту приманку, которая имитирует психотропное вещество. Приманка содержит микроскопическое количество психотропа. Для этого кусочек яркой губки на минуту оставили в одной емкости с настоящим наркотиком. Среды запрещенных веществ собака может найти и на одежде пассажиров, и даже в плотно упакованном багаже. Принявшие присягу этой весной солдаты будут служить на новых заставах. Всего в 30 километрах от неспокойного участка границы строится Белорусская АЭС. Безопасность стратегического объекта потребовала значительного усиления государственных рубежей. Первоначально было принято решение о размещении двух мобильных пограничных застав на базе управления пограничной группы. Но впоследствии мы увидели о том, что есть необходимость выставить их на постоянной основе, на приграничной местности, а не вахтовым методом нести там службу. И указом президента им присвоено именные звания «Молодячинская» и «Островецкая». Заставы уже образованы, но сейчас размещаются в бывших библиотеке и деревенском клубе. Стройка идет недалеко. От заставы «Молодячинская» до границы 4 километра. Подразделение границы является полностью автономным. То есть оно независимо от внешних факторов общежития. Квартиры однокомнатные и двухкомнатные на момент сдачи полностью с мебелью. По возможностям и бытовым условиям новейшие заставы не уступят Сварыне. В августе месяце такие же автожиры появятся в Мозырском пограничном отряде. И в Брестской пограничной группе она 110 километров охраняет государственные границы с Украиной. Дальше будет Прибалтийское и Польское направления оснащаться. Могу с уверенностью сказать, что задачи, которые стоят по охране государственной границы, пограничная безопасность надежно нами обеспечивается. Первый энергоблок белорусской атомной обещают запустить в 2018-м. Но прикрывающие ее заставы будут полностью введены в строй гораздо раньше. Безопасность станции начинается с безопасности границ. Алексей Кряквин, Александр Вавилов, Контуры.